Уважаемые друзья рыбаки всем крепкого здоровья 16 мая 2022 года 4 часа 9 минут утра я сегодня Еду недалеко от дома, надо проехать примерно соточку километров, еду на прудик на котором водится караси Был я несколько раз после того видео которое вышло с открытием сезона на некоторых водоемах, на небольших Половил в основном плотву, ездил на разведку на маленький лесной прудик за карасями Но прудик интересный попался, однако рыбка не клевала, либо рыбки там попросту нету, не знаю Надо будет как-нибудь съездить еще раз Короче говоря, сегодня 100 километров от дома, небольшой уютный прудик, погода сегодня обещает быть достаточно тихой И я надеюсь, что мы сегодня с вами что-нибудь половим По крайней мере я заряжен на успех, а значит это половина дела Ну вот вроде 4 часа 15 минут, а на улице светло уже как днем В общем практически приехал на прудик, рыбаки сидят с удочками, сейчас надо где-то приткнуться И начать рыбалеть, но рыбаков так-то до хрена уже тут Вот такой вот прудик маленький, рыбаки потихонечку прибывают Приезжают на велосипедах, кто-то ловит на фидер, кто-то ловит на поплавочную удочку Вот кто-то просто приехал, немного отдохнуть Ну а я сегодня сяду с подветренной стороны, постараюсь залезть отсюда от камуша И будем его ловить Вот тут кстати рыба-то стоит Хорошо, ну какие-то рыбаки стоят, ну смотрите что Туда мы не надо Вон он весь в камыше В общем пришел вот сюда вот в камыш Уже растисел себе небольшое место Вот так вот, вон на середине плящется крупная рыба Вот, видишь здесь реально крупный паразь Будем пробовать сидеть тихо и аккуратненько пытаться его соблазнить, выловить, поймать Ребят, хотел сделать небольшое объявление о том, что непонятно сейчас какая ситуация будет с иностранными социальными сетями по понятным причинам Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал в Яндекс Дзене Его прямо там можно найти, точно так же как и на ютубе называется Рыбалка Владимир Зуев Я там буду Заодно ссылочку внизу в описании оставлю Про Яндекс Дзен еще можно сказать То, что очень интересная площадка В том плане то, что туда я часто загружаю различные посты То есть съездил на рыбалку допустим Наделал классных фотографий Написал небольшой отчет и загрузил на Дзен Есть у меня там какие-то новые разработки в мормышках Сделал пару фоток, тоже туда загрузил А на ютубе сейчас даже фотографии нельзя смотреть То есть в любом случае однозначно если вам интересна тема без мотылки Если вам интересна тема рыбалки на поплавок То однозначно проходите, однозначно подписывайтесь, будет интересно Ну и заодно давайте сейчас объявим результаты розыгрыша Напомню то, что в прошлом видео я разыгрывал два поплавка Один на ютубе, другой на Яндекс Дзене И сейчас давайте определим победителя Давайте посмотрим, кто у нас выиграл поплавки Которые я совершенно бесплатно отправлю по почте победителем Итак, друзья, товарищи, давайте будем определять победителя нашего розыгрыша Значит, сначала определим победителя на ютубе Копируем ссылку Напоминаю, условия простые Надо быть подписанным на канал, оставить адекватный комментарий Поставить лайк видосу Так, вставляем ссылку в рандомайзер И определяем победителя Хорошая рыбалка, но я опять не выиграю Невезучий Сергей Ахальцев Ну что, я вас поздравляю, Сергей Ахальцев Вы выиграли Вы выиграли поплавок И я надеюсь, что в этот раз Ваш миф о том, что вы ничего не выиграли Останется обычным мифом Каналы Каналы открыты Но, видите, да, нету Картинок на ютубе Тяжело определять Визуально Владимир Зуев, подписка есть Я вас поздравляю Сергей Ахальцев Вы становитесь Победителем Розыгрыша И поплавок Вам уедет По почте Я с вами сейчас свяжусь А теперь давайте Определим победителя На Яндекс Дзене Значит, у нас здесь Идет 22 комментарии Всего на все Комментарии Расположены по времени То есть, по началу То есть, первый, второй, третий, четвертый И так далее Значит, в розыгрыше Будет участвовать 22 Комментария Соответственно, это 22 числа Пока что нету рандомайзеров Которые определяют Конкретный комментарий На Яндекс Дзене Поэтому Берем От одного До 22 И начинаем генерировать И побеждает У нас комментарий Номер два Соответственно Отличная рыбалка Получилась С открытием 100% С насти огонь Ну что Валерий Коробейников Я вас поздравляю Вы становитесь Победителем Я сейчас вам Отвечу В комментариях В комментариях В общем Победителя я Поздравляю На связи с вами Выйду Ну и соответственно По плавке Я вам тоже вышлю Ну и все Сейчас давайте Продолжать рыбачить Победителя Начинать рыбачить Я буду с короткой удочки 4,5 метра Удочка В ловле В ловле Два крючка Лежащих на дне Почему Потому что Если здесь Идет какой-то мох На дне Какая-то трава То лучше Чтобы Крючки Опускались С тестом На эту траву Под собственным весом Без подпаска Тем более Торщит Условия Практически Идеальны Так что Сейчас возьмем Плавочку Такой С узкой Антенной Уже чувствительностью Даже Несмотря на то Что здесь Обилие ратана Ну я думаю Что он Ну не должен Клевать на наше тесто Хотя Ратан такая рыба Он жрет все Будем надеяться Что он будет Игнорирует наше тесто Собой я вожу Вот такой арсенал Поплавков Для ловли Со дна Вот Разные поплавки С полыми антеннами Короче говоря Интересная тема Эта Очень мне нравится Будем ее развивать Установил я удочку Сейчас Выставил в глубину Вот И сейчас Мы произведем закорм И потом уже Начнем замешивать тесто И начинать рыбалку Так Значит по прикормке Взял с собой Сегодня На целый день Три пакета Две специальные И одну И одну с чесноком Буду замешивать Специально с чесноком Такая прикормка Италикс Ссылочку я вам оставлю Внизу в описании Под этим видосом Такая прикормка По консистенции На достаточно крупную рыбу Замешал Между собой Чеснок Специально Они по Цвету Идентичные Вот Сейчас Водичкой Заправлю Чуть-чуть постоит Закормим на поплавок И начнем рыбалить Сейчас Шариками прикормки Чесночным запахом Закормим Прямо на поплавок Так Ну Сейчас Нам надо Замешать Тесто Для Рыбалки Здесь У меня Пире Вот Такое Вот Пире Картофель Дальше Глютен Клейковина Приличное количество Засыпаю Потому что Надо сделать тесто Которое будет Плотнее держаться Вот Потом Если Будет Хреновый клев Тогда сделаем Более Рыхлый Вот А сейчас Если тут есть Какая-то мелкая рыбка Надо чтобы тесто было поплотнее Вот И Добавьте-ка добавим Чесночок Итолик Чуть-чуть Для запаха Все Теперь Теперь Мы это все Перемешиваем Еще Даже Чуть-чуть Можно Глютен И Размешиваем Будет Наш Первый Состав На котором Мы будем Начинать рыбалку Сегодняшнюю Если на него будет Хреново клевать Тогда Что-нибудь Другое Замешаем Сейчас Сюда Добавлю Немного Воды И Размешаем Вот У нас Получается Тесто Достаточно Липкое Будет Хорошо Держаться На крючке Все Пускай Он чуть-чуть Постоит Буквально Минуточку Его можно будет Сжать И все И оно Приобретет Нормальные Рабочие Качества Сижу Короче Сижу Тут Пришел Ко мне Друг Лохматый Угу Живет Что-то там Эй Ну вот Сижу Уже Целый час И Вообще Пока Никак Периодически есть Какие-то полутычки Но скорее всего это серебряная Мелкая Мелкая Рыбка Беренькая Которая Скопилась Тут Рядом С нашей Насадкой Ну Пока Хороших Поклевок Даже Не было Хочу Попробовать Сменить Оснастку На более Тонкую Более Легкую С тем же Поплавком Но Лесочка потоньше Есть Ух ты Убежал Нормальный был Карась Засранец Вот Началась Рябь Начал дуть Легкий боковой Бриз И Есть Предположение Что Может быть Из-за Этого Бриза Карасик Все-таки Подойдет Поближе к берегу А до этого Были всплески На середине Пруда И Вот Только Только Начался Бриз Последовала Первая Поклевка Нормальная Причем Сначала Чуть Чуть На Одно Деление Притопил Потом Приподнял На Четыре Деления И Когда Начал Опять Топить Я Подсек Тесто Сейчас Использую Тесто Долго Растворяется Постоянно Перезакидывать Не то Что Неэффективно Я думаю Что Можно В неподходящий В момент Спугнуть Крупного Вот Потому что Крупный Карась Тут Есть И Он Периодически Клюет У людей То есть Попадается Бывает Рыбки На килограмм Вот Но Не знаю Попадет Нам Сегодня Такая Рыба Или Нет Будем Упираться Оторвал крючок Пока Отвлекся Снимал Рыба Вот Что-то Какая-то Полупоклевка Сейчас была Приподняла Чуть Чуть Затопила Остановилась Не знаю Сейчас будет Наверное Долго Долго Нюхать Потом Решит Брать Не брать Не брать Это Карась Причем Достаточно Привередливый Наученный Ну Вот Можно сказать Что Вроде как Рыбка Есть Рядышком С нашей Оснасткой Потому Поплывок Еле Еле Туда Сюда Шевелится Просто Поклевочка Может быть Очень аккуратная Очень осторожная Подсечешь А там Килограмм И как бы Вот в этом-то Веси кайф Какое ощущение Как будто бы Да Прикусывает Там Что-то Пожевывает Видимо Ну Ладно Подождем 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 Воспитания Упту Упту Тихо 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 Поплывочка Еле Еле была Офигеть Офигеть Еле-еле-еле притопнул чуть-чуть Короче говоря, поклевки такие, что нельзя прозевать Ничего такой Красивый Понял Теперь понятно все Место Монос Моделл И И Место Моделл Продолжение следует... 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 Самый крупный за сегодня, вообще прям монстр, мощь, сила. Тиutsи в туалет, тиу 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 тиу. Капец, у этих карасей крупных поклевки буквально На пол деления, ни о каких там утопах, еще что-то такое, ни фига, просто чуть-чуть шлеп и все Подсекаешь, а там кошмар В общем поймал я сколько там, 4 или 5 ли рыбок Надо закормить снова, чтобы поддерживать рыбу Скажем так, в том числе Чтобы она тут до вечера, может быть, придется на крупную рыбу, то его знает Я на это, надеюсь, поймать карася больше 1,8 кг Было бы шикарно просто Надо, кстати, заехать новую миску купить, что это уже совсем развалилось Хотя, полный салон ходит с розовым ведром, перемотанным изолентой уже который год подряд И она уже стала как талисман Вот, ну тут реально маловато миска Для прикорма размешивать не совсем удобно Зато места мало занимает Вот Вот Ну совсем распогодилось Сейчас надо будет сапоги раскатывать За ВЗК, наверное, не пойду Так, куртку дождевик надену Может пронесет Камеру сейчас укрывать надо Сижу уже второй час, поклевок нет Был один такой полутычок На этом все Ну вот пока экспериментирую С насадками не знаю, что случилось Пока трудно сказать То ли рыба ушла, то ли капризничает просто Ну, в общем, поплавок пока стоит неподвижно Бывает иногда на пару миллиметров нырнет, потом всплывет Но очень медленно, поэтому очень трудно зафиксировать такое движение Вот такие вот поклевки, ребят То есть рыба есть от 100%, но попробуй подтяки, попробуй увидеть, что она клюет Даже на такую тонкую снасть Даже на такую, я бы сказал, чувствительную, настроенную снасть Сложно Клюма Клюнул Блин, долго ждал поклевку вообще О, как гнет Хорош Тихо, 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 тихо Тихо, 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 тихо Да, подсадщик надо покупать однозначно Лопать Лопать Сколько в нем, интересно Как вы думаете Тихо, 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 обрызгал меня всего Тихо, ах Тихо, смысл Ах Б quotes вешать сколько тихо вот длина 31 сантиметр а вес 540 грамм вот так огонь 540 грамм карась еще не самый крупный из тех, которые сейчас есть поклевки редкие но меткие мощь сила рыбочки на том берегу сидят смотрят на улочки даже периодически говорят, что что-то подергивает но вот два часа сидят ни одного не видел, чтобы вытащил когда поклевок долго нету очень трудно снимать эти поклевки камеру включаешь и начинаешь ждать ждать, смотреть, пялиться тяжело это все, конечно ну ладно зато как вот одного карася такого поймаешь на полкило так сразу вся эта усталость от съемки проходит вроде сидел зад затек все, сейчас уже все нормально адреналином все разогнало вот ну в общем вот поймал сейчас одного потом закинул сразу же была еще одна только сказал нормальный пойдет потопил все, тихо, тихо, тихо еще, наверное, больше, чем тот тихо, тихо, тихо тихо, тихо, тихо какие красавцы что ты, что ты офигеть офигеть да, надо подсак подсак надо однозначно с такой рыбой ворон подсачник вот это да 600 грамм не меньше его еще хрену держишь в руках-то так и садок унесут хочу похвастаться сегодняшним дневным уловом и утренним не знаю, что будет ночью но другие как пролетира все отлично замечательно я бы сказал сейчас мы решим как это как это да вот вот это очень что 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 я 575 грамм этот 535 в общем ребят желание остаться сухим пересилило желание поймать мишного карася как вы можете заметить у меня тут вообще все затянуло короче вот и поэтому я сейчас буду сматываться и пойдем домой в общем и целом не плохо я сегодня порыбачил пусть как бы по количеству поймал немного но рыбка крупная и я сейчас этих карасей всех покажу в том белое ведерко и на обратном пути заеду на один прудик интересный и туда их выпущу вот не знаю приживутся они там не приживутся об этом будет известно через несколько лет вот такие вот у меня планы сейчас побыстренько мы собираем шмургер и отчаливаем домой спасибо всем за то что смотрели это видео и были со мной до самого конца всем не хвастанье чешуи крепкого здоровья мирного неба всем пока все Продолжение следует...